тут приведем еще такой интересный факт в антропологическом музее в городе мексико есть великолепный образец многотонный мегалит который называют камень солнца на его каменном лице представлены людские расы которые не вы когда-то жили на этой земле тут их представлено 5 из чего 4 размещены по сторонам по направлению ветров ветров а в центре этого мандала видим пятую последнюю расу тубис нашу олесь хотя опять же есть такое мнение что все скалы эти вот нынешние горы это все бывшие деревья кремниевой эпохи да то есть до нас была кремниевая эпоха и там уже было совсем другое строение всех организмов и всех так сказать тех же деревьев и так далее вот давайте посмотрим видеки вот эти вот видосики о том как вот которые которые как говорят относят и автора этого монолита это мы это наша раса в середине нам председствовало 4 тальтекой тальтеки называли это эпохи временами солнца или солнцами например первое солнце второе третье и четвертое сейчас 5 каждая из этих эпох солнц возможно вот это все соединение мифов вполне было объективно связано с какими-то катастрофами когда небо становилось темным вследствие катастрофы умирала и солнце и погибала человечество этой эпохи это так сказать наследство связано связано с с фальшивым календарем ацтеков которые в общем-то не признаются в научном мире однако аналогии как мы уже выше говорили о библии и об этих расах вполне можно привести привязать к этим то как жили боги и горы внутри оазиса сокрыта их наука культура и язык кем были эти наши предки мы лишь получили часть их генетики атланты боги создали горов которых я думаю можно смело назвать ариями представителями той самой белой расы все же остальные рода на земле каждая из эпох каждый сон продолжалась около 4000 лет то есть четыре тысячи восемь лет первое следующие четыре тысячи десять лет последующие четыре тысячи восемьдесят один год и предшествующая нам пять тысяч двадцать шесть лет то есть среднем наше человечество ну не наша расы подобной нам человеческим гомо сапиенс было существует на этой земле единственное что нельзя их напрямую связать но подобие но сходство их но позднее но сходство и выразительно просто с библией индийскими традициями китайскими и прочим индийскими традициями китайскими и прочими о чем мы коротко чтобы выявить это сходство между библейскими как мы уже подчеркивали четырьмя стихиями воздух земля огонь и вода мы сейчас разберем эти четыре солнца из индианской традиции первое солнца принадлежало богу ветров которого называли эхакуаталь эпоха кончилась гибелью катастрофы из ударивший на землю с неба люди падали с неба а перед этим мол имели к этому небу возможность там существовать и по катастрофе человечество превратилось четырех лапых обезьян обезьяны это как бы выродившиеся человечество тут уместно привести теории которые исповедуют многие палеонтологи антропологи о том что прогресс происходит прогресс он также реален как и регресс и скорее всего человечество постоянно на каком-то этапе являя собой воплощение высшей элемента потом постепенно опускается до низшего тем самым регрессируя вот и произошло то что произошло при первом солнце естественно период в четыре тысячи лет не очень-то объективно укладывается но мы можем многого не знать и не представлять вектор и скорость этого регресса или прогресса не безинтересно отметить что прединдийской старой индийской мифологии обезьяны это выродки человечество и для того они появились после людей а в хибрайских пересказах с неба падает с бунтованные ангелы буддовщики падшие ангелы тушь опять определенное вырождение еще более интересно второе солнце которое дух согласно ацетским традициям принадлежат богу земли так называемому тэц талипоца называно ее солнцем тигра то есть тигра ну может пумы для ацтеков это был период существования на земле гигантов как мы знаем в библии это эпоха когда сыновья богов взяли в жены себе представительность человеческого рода о гигантах живущих в это время на земле тоже можно найти упоминание в библии раса гигантов которая которую старая южно-американская мифология называет социальные циклы я не трудно это даже выговорить социальные циклы было создано пумы как это понимать естественно надо не буквально вот именно что земля то есть это было очередное вырождение расы человеческой наконец рассмотрим не менее интересное совпадение и аналогия с так называемый третьим периодом или третьим солнцем которым 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 главным был бог тле фуе ай куилло закончил эту эпоху огненный дождь который сжег все и всех старым тестаменте библии мы видим что огни огненный меч изгнала людей с так называемого символического рая людей в облике ее двух представителей Адама и Евы вот миф об их мифом как бы описается как золотой век существования человечества вот существование Адама и Евы это разве не в раю это не золотой век то что они согрешили и были за это покораны мы знаем каким образом и за что в южных американцев тоже была так называемая пара которая съела овощ тцин хоакоц может быть мы его можно сравнить с райским яблоком этот овощ фрукт это фрукта который значит попробовал первый человек он он росла на дереве хайок кора этого святого дерева подобна была до шкуры крокодила во временами до шкуры какой-то кожи шкуры змеи и если это опять же намек на определенную эпоху Мы видим спул существования человечества с гадами, с динозаврами, о которых мы можем только догадываться. Субтитры создавал DimaTorzok в котором правила богиня воды Халь-Хуитли-Хуе. Вода уничтожила людей и мир этого солнца. Одна только пара смогла спастись, укрываясь в подземной пещере. Это, как мы знаем в Библии, потоп. Но там люди спаслись на арке, которую соорудил слын, известный Ной. И безинтересно тут как бы сказать пару слов о пятом солнце, о пятой эпохе. Она интересна именно тем, что мы в ней как раз и живем. Это называется эпоха солнца в движении. Она изображена в центре камня, камня солнца. И является как бы синтезом всех предшествующих ему эпох. Посвящена она, эта эпоха, наиважнейшему богу. Кеалькаотслави. 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 Ну, символ мудрости старого Мексика. Солнце есть в движении, одновременно является как бы осью всего мифического времени. Согласно разных пророчеств, это эпоха, в которой встретятся все расы человеческие. Мудрецы говорят же, что во время этого солнца наступит великий катаклизм. На землю хватит голод. И из-за этого все мы погибнем. Земля будет перенаселена. Под самый конец этой эпохи, все катастрофы, которые были перед этим, четыре солнца, проявятся в этом пятом солнце. Как мы говорим, тут мы можем привести аналогию с апокалипсисом Иоанна. Пророка Иоанна. Пророка Иоанна. Как резюме, можно все эти две аналогии, четыре предшествующие существованию нашего человечества, четыре катастрофы библейских, соединить с четырьмя катастрофами южноамериканскими, прямым, не только сходством, случайным или даже не случайным, а прямой аналогией, которую унаследовали американцы из этой Библии. Если, согласно Фоменко Инносовскому, а это очень реально, Америка была покорена великой тартарской империей, то, а тартарская империя насадила христианство во всем существовавшем тогда мире, индейцы тем или иным способом, именно эти христианские идеи, эти понятия о мире, которые сохранили в своих мифах. Естественно, они тоже пережили этим, тем или иным способом, эти катастрофы, и имели и свои традиции, но эти традиции, их и христианские, органично слились в определенном мифотворчестве с теми или иными оттенками, которые мы видим в Библии и которые были наблюдаемы нами в американской мифологии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok